Вы видите, у меня сегодня я дома, как на улице. У нас было шатлом, она, я уже как-то говорила, вот там вот верхний вот этот замок, назовем его, вот так, сломался почему-то. Ну, а вчера муж проветривал, открыл окно и сломался вот этот нижний, потому что окно очень тяжелое. В итоге, говоря, сегодня был очень сильный ветер, да, в принципе, видите, и сейчас он есть, и окно у меня просто вывалилось, и сейчас вот я нахожусь здесь. Бля, ты посмотри, какой ветрюган. Сегодня ветрюган просто, я не знаю, что произошло. Слушай, Диан, ты уходишь, ничего не говоришь. Бля, ветрюганище вообще. А, так там же ж, конечно, окна-то нет, поэтому и такой хоп возник. Так там еще и тусик окна подходит. Дианусик, а, все, силикон, значит, купим вечером. Диана завязывается. И до школы, до школы идет зарабатывать хорошие отметки, да, Диан? Отметки? Ну, а цен? Что-что? Что-что? Зарабатываю, что я не зарабатываю. Ну, как это? Зарабатываешь, плюсики зарабатываешь, полплюсики. Все, давай, доченька. Давай, удачи тебе, я тебя жду домой. С Богом. Давай. Я выйду сейчас на балкон тебе там помашу. Давай, все, ты меня сейчас вынеси. Горшок, все пропадало. Плоги позакрутились, вообще. Ладно, пошла. Меня сейчас сейчас выбиваю, выбиваю, просто парик кофе. И у меня сегодня я делаю все. Я буду вместе делать все. Кому интересно, присоединяйтесь. У меня, конечно, есть видеорецепты. Видите, у меня лучочек. А это лимон. Это правильно посаженный лимон. То есть, муж там челковал каким-то образом и посадил. То есть, это не с косточки. Так что, если присоединяйтесь, будем делать вместе сюрк. А я тут сегодня первую половину дня. Это Диана смотрела губку Боб. Я тут занималась. Вот же у меня есть еще один фермуар, который я хочу сделать. Еще одну сумочку сделала. Выкройку. И вырезала уже все ткани. Необходимые мне для подкладочки. Вот такая вот черненькая. Вот такая вот будет. Ну, типа бархат, не бархат. Короче, под бархат. А эта розовенькая пойдет под подкладочку. Так что, да, этим я буду заниматься. Но потом. А сейчас кофе с чокелеком. Ну, там хоть окна и нет. Я включаю обогреватель. И оно, знаете, очень даже тепло. Так надела. Это моя такая свадебная кофточка. Такая спортивная. Я ее очень люблю. Вообще класс. Фирменная. Когда-то очень давно покупала. Фирменные вещи очень долго носятся. Я ее просто обожаю. Поэтому надела фартук. Готово. Все. Сейчас. У меня муж просто купил этого чокелека. Этого творога. И поэтому мне его нужно обработать. Купил 2 килограмма. Ну, поскольку я очень люблю сюрк. Я решила его сделать. И положу в холодильник. И пусть он там лежит. И его же не обязательно ни в морозильник класть. Ни просто вот кладешь. Помог. Просто кладешь его в холодильник. В целлофанчике. В пищевой пленке. И он может так лежать очень долго. Ну, а если вы хотите его сделать с плесенью. То у меня тоже есть видео. Там ссылочка внизу. В инфобоксе. Пожалуйста, пользуйтесь. Те, кто видел уже, как я делаю сюрк. Можете примотать. Я не обижусь. Сегодня я буду делать сюрк с кунжутом. Я не делала с кунжутом. Но вот муж мне покупал перед этим. Кстати, в Украину я такой же купила. Тоже с кунжутом. Интересный очень вкус. И, ну, что-то новенькое. Что-то интересненькое. Мне понравилось. И я буду делать с острой салчей. Бибер салчасы. Но она у меня будет острая. И у меня есть и не острая. Но так как я это делаю, Дианка это не ест. Это я делаю для себя. Ну, мужу я отдаю целые сюрки на работу. Он их забирает. Там они едят. И они все любят острая. Поэтому дело однозначно острая. Ингредиенты я, смотрите, подготовила. Высыпала сюда чокелек. Творог, творог. Хоть муж мне и говорит, что там делает какая-то специальная технология. Ну, в общем-то, орог. Чокелек. Дальше соль. Бибер салчасы. И у меня такие приправы. Черный перец. Красный перец острый. Кикик. И это кимью. Здесь у меня 2 столовые ложки йогурта. И этот кунжик. Будем делать с кунжутом. Все. Осталось дело за малым. Начинаем. А, еще же оливковое масло. Обязательно. Соль сказала, да? Начинаем. Сразу сюда мы солим. Солим все по вкусу. Потом нужно обязательно попробовать. У нас постоянно с мужем разлады по этому поводу. Он любит менее соленое. Я люблю больше соленое. И постоянно я как сделаю, а сирку у меня горит. Да. Он же еще настаивается, просыхает. И поэтому, как бы, наверное, поэтому соль становится ярче. Затем все приправы. Видите, вот этот кикик. Это у меня сухой кикик. То есть мы покупали свежий. Я его засушила. Не молотый. Все вот так вот мы сюда засыпаем их. Далее сюда же этот сусан, в который кунжут, уже высыпаем. Салча. Салча я положу где-то в районе, ну, наверное, 2, может, и 3 столовые ложки. Сейчас ложечку я возьму. Я, вы знаете, так привыкла, вот когда на завтрак ничего не хочется. Одна, две. Уксерк всегда выручает. Всегда, всегда. Все готово. И, наверное, мы сюда вольем, прям в эту ложку, оливковое масло. Два. Я думаю, достаточно два, а там будем уже разбираться. И теперь наша задача, это все вымесить до однородности. То есть оно должно все у нас быть такого цвета, красного. Ну, не красного, все зависит от салчи, сколько вы добавите салчи. Я поняла, сделала выводы. Я его достаточно часто делаю. Это мой личный такой вывод, что основной здесь ингредиент из приправ, который есть и в магазинских, очень часто встречается. Ну, в общем, везде и местные готовят, хозяйки. Я-то не знаю, как готовят именно местные. Я как бы все по слухам. Это кимьон. То есть это кумин, который. Вот это он является основным ингредиентом. Так, далее я вдеваю перчатку. Тут же салчи, а руки будут у нас очень красными. Надеваем. И кольцо, кольцо. Ложечка нам уже не нужна. Я вообще всегда стараюсь все готовить и мешать ложкой. Котлеты, фарши. Ну, а здесь просто нам нужно именно втереть. Все приправы именно необходимо втереть. Взяла этот ТЭПСИ с невысокими бортиками. Поскольку у меня там сушится, я делаю сухарики. Гарита, делаю этот... Блин, я постоянно забываю, как на русском. Я просто, когда жила в Донецке, этим мало-мало использовала. Эту галита, которая... Планировочные сухари. У меня там просто хлебушек просушивается в том моем другом. ТЭПСИ. Ну да, видите, она вот это все выбаливается. Ну ладно, мы соберем в процессе потом. Нужно осторожно. Ну и вот так вот прям втираем. Потом мы это все попробуем обязательно. Может даже кунжутика нужно будет побольше. У меня где-то здесь я использую полтора килограмма. Поэтому все потом попробуем. И в процессе еще добавим. Все же по вкусу. Но я хочу сделать прям такой, знаете, острый. Прям острый. То есть не должно быть вот этих беленьких краплений. Все, все, растираем. Прям вот так вот руками. Жмакаем, жмакаем. Хотя я же уже говорила, да, вот у нас можно купить, ну и походу домашний сюрк. У нас можно купить, один сюрк потянет на лира 50. Это я в одном месте видела. Допустим, в биме сюрк стоит где-то до 5 лир. Вот я видела в биме. Там есть и шариками, и вот такой конусный этот. Ну, то есть различный. Затем где еще? А в другом супермаркете там тоже, ну, там как будто бы фабричный. Тоже стоит где-то в районе 5 лир. То есть по-разному. Почем килограмм чукелека, я не знаю. По-моему, лир 13. Ну, если я не ошибаюсь. Вот так вот. Я не делала из лор пенира. Тот, который здесь в Турции продается, этот лор. Я из него не делала. Поэтому я ничего не могу сказать. Но я читала очень много рецептов. Турецкие хозяйки из лор пенира тоже готовят. Я знаю, моя подписчица написала мне, что тоже приготовят. В общем, это ж чукелек, это ж сюрк, это ж здесь хатайский местный. Так, пробуем. Чего не хватает? Касательно остроты. Есть. Я бы добавила, наверное, чуть больше кунжутика. И, может быть, даже чуть-чуть сейчас сольки. Но вообще чуть-чуть, чтобы опять нужно меня... Ну, он не то, что ругается. Он не ругается. Но я понимаю, что, знаете, хочется кушать и получать наслаждение. А не просто как... Мне один сотрудник на работе говорил. Ой, Алл, нам кисель, помню, давали на предприятии в обед. Он мне говорил, ты не хочешь его пить, да? Я говорю, не, не хочу. Он говорит, а ты сделай это в детском саду. Зажмурься и быстро выпей. Вот, чтобы этого не было, нужно все пробовать. Так. Еще раз пробуем. Острота классная. Соли я не буду больше добавлять. Сейчас, наверное, добавлю... Я не хочу... Может быть, кимьона. Хотя, в принципе, тоже достаточно. Я добавила еще этот сусан, то есть кунжута и немножко черного перца. Мне кажется, как-то ароматности не хватает здесь. И снова мы это все таким образом вымешиваем. И все. И сейчас начинаем формировать сук. Еще одно большой, большой, большой тэпси, я не знаю, разнос, да? Застилаем вон бумажные полотенца и начинаем делать сук. Размер, ну, делаем из расчета того, что он все-таки у нас уменьшится. Так. Я думаю, вот такой вот делаем колобочек. Можно и так оставить просто. И вот такие, кстати, тоже делают. Я видела, вот одна на балконе сушила. Можно и такие пооставлять. Чик. Просто потом оно на бумажном полотенце отдает воду. И вот она же впитывается. Так. Ну, а теперь мы будем формировать стандартный сур. Подбиваем. И, может, немножко йогурта. Чем больше добавляете йогурта, естественно, оно будет мягче. И больше будет воды высыхать. И вот будет и такое, знаете, вот, ну, немножко мягковастое это будет у нас такое тесто, скажем. И вот все. Вот такое. Тоже мы здесь выставляем. Ну, и так все. Я сейчас покажу, сколько у меня получится. Такое количество у меня получилось. Сколько? Два, четыре, шесть, восемь, девять, да? Девять штучек. Я не знаю, сколько грамм в них. Но я думаю, грамм так 200 точно есть. Там не знаю, честно говорю. Ну, они еще, вода из них уйдет. Видите, они начали уже мокреть. Их нужно вынести на воздух, чтобы ветерочек их просушивал. И так я их оставляю на два дня на воздухе. Ночью всегда я заношу их вовнутрь и оставляю в комнате. Обязательно накрывать, чтобы, ну, никакие жучки, паучки, а также пыль не попадала на них. Либо я еще вот здесь, в этой комнате. Она у нас очень часто свободная, даже летом. Я открываю вот здесь вот окно в ночь. И становлю здесь. И оно у меня стоит. Я вынесла на балкон. Вот у меня здесь сушилка. Я вот здесь вот снизу ставлю. Не должно оно провалиться. Накрываю. И пускай стоит. А уже как стемнеет, я его занесу домой.